Девушки отдыхают Для того, чтобы не стоять в очередях в августе в конце Ну, опыт показывает, что, увы, традиционно последние дни августа Они в Центральной диспетчерской службе самые насыщенные А потому что все из запусков приезжают И сразу бежать В общем, вызывают это неудобства большие Попросим прокомментировать также во втором части Профессионального юриста Яна Чеботарева Приговора бывшему зампредсетелю правительства Кировской области Андрею Плитко, 11 лет строгого режима За махинации И штраф 25 миллионов рублей За махинации в лесной сфере Ну и тема, с которой сейчас начнем Второй час Это распространение коронавирусной инфекции Посмотрела я статистику Последнюю на сайте Роспотребнадзора Нашего 53 человека выявлено за последние сутки С этим диагнозом Вчера было 50 А неделю-две назад было по 39 Там 30-39 Вот где-то так То есть все-таки по чуть-чуть, понемногу подрастает Количество заболевших Вот Насколько это тревожный симптом Давай напомним Для сравнения у нас пиковые значения В разгар пандемии Доходило до 300 И более человек за сутки у нас Были с выявленным ковидом Сейчас пообщаемся с Любовью Басарыгиной Начальником отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора По Кировской области Любовь Александровна Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Вот настораживать нас Должно вот это вот изменение цифры Пока вроде не очень большое На территории региона Да Там 53 человека Я смотрю статистика За сегодняшний день То есть это вчерашние, наверное, да Цифры получаются А до этого было 50 А две недели назад было 39 То есть подрастает вот так вот Да, количество заболевших Ну да На данный момент Мы уже на протяжении четырех недель Регистрируем рост заболеваемости Новой коронавирусной инфекции На территории области В принципе, эта тенденция Она у нас А не только у нас в области Это по всей Российской Федерации Рост заболеваемости Новой коронавирусной инфекции Наблюдается А можем мы сейчас Простите, что перебиваем Можем мы сейчас сразу пояснить Наибольшие такие явные очаги Распространения коронавируса У нас в регионе Это районы, это областной центр В основном рост заболеваемости У нас Мы, скажем так Наблюдаем в областном центре И это вполне понятно Поскольку здесь у нас Все-таки плотность населения Выше Больше контактов Но в основном Это идут Семейные очаги Так То есть Как таковых По организациям Мы вспышек не видим То есть это семейные очаги В основном заражение идет Внутри семьи Дома, да? Кто-то откуда-то принес Но это, видимо, один из факторов Большая плотность населения А что еще влияет на увеличение Этих цифр Показателей? Ну, у нас Если считать именно коронавирусную инфекцию Смотреть То здесь, конечно, влияет и то Что у нас Люди активно ездили В июне в отпуска Соответственно Они Привезли оттуда инфекцию И пошло распространение Но Сезонность То есть мы все-таки С вами потихонечку Подходим к осеннему периоду К сезону Поэтому Рост заболеваемости По коронавирусной инфекции Он вполне Скажем так Предсказуем И федеральная служба Роспотребнадзора Она В принципе везде И на сайтах Везде размещалась информация Что мы предполагали Рост заболеваемости Именно в конце июля В начале августа В общем Те, кто еще отпуск Как говорится Не отгулял Собирается сейчас В августе Куда-то еще поехать То есть Также можно дать Рекомендации Людям о том Что Будьте внимательны Будьте осторожны Можно Можно заразиться Можно приехать С коронавирусом Заразить близких Существует такая вероятность Такая вероятность Есть везде Особенно Но если выезжаем Скажем так За границу Выезжаем в другой регион Там понятно Эти риски выше Но если соблюдать Элементарные правила Безопасности Например Если Использовать маску При перелете В самолете Поскольку Очень часто Именно бывает Что Контакты бывают По самолетам Либо по поезду Либо В незнакомых местах Использовать маску Где-то массовые Какие-то выходы И использовать Антисептики Если человек Привитой То конечно Здесь риск Заражения Намного ниже Чем у людей Которые не соблюдают Эти правила Элементарные Любовь Александровна Вот мы сказали Эту цифру С вашего сайта 53 Случа Заболевших За Прошедшие сутки А вот Можем как-то разделить Дети вообще Сейчас заражаются Или нет Потому что В свое время Когда была волна Достаточно серьезная Говорили что дети В основном Приносят Из учреждений Детских Каких-то То есть Либо школа Либо там еще где-то Между собой общаясь Вот сейчас ли это Каникулы То есть Вроде как дети Друг от друга Изолированы Либо на свежем воздухе Бегают много Есть случаи Заражения Среди детей Ну конечно Случаи заражения Среди детей Есть И еще раз повторюсь Это именно Из домашних очагов Но рост Среди заболеваемости Среди детского Населения Он не настолько На данный момент Интенсивный Как среди Взрослого населения И это связано Именно с тем Что на данный момент У нас Большинство Образовательных Учреждений Это школы И институты Скажем так Не работают У нас В детских садах Есть Скажем так Перерывы Где детские сады Некоторые Июнь не работали Некоторые Июнь не работали Дети находились Дома Конечно Поэтому пока Среди детского Населения Большого роста Большого роста Заболеваемости Не наблюдаем Дети болеют Мы предполагаем Рост заболеваемости Среди детского Населения Это в сентябре Когда у нас Сформируются Классы Классы Дети начнут учиться И здесь Конечно Контакт между ними Будет намного выше Можно вообще Как-то предсказать Каким образом Будет развиваться Ситуация Исходя из нынешних Значений Это будет Как там Год назад Два года назад Или это все-таки Будет Менее Тревожная история У нас С каждым Скажем так С каждой Новой волной Люди Болеют Легче И Соответственно Их меньше Госпитализируется Но Каждый Скажем так Новый Вид Микрона Вируса Его под штамм Его под линией Они более Контагиозны То есть Всего быстрей Болеть будут Достаточно интенсивно Будут болеть Но будут переносить Это все в более Легкой форме Люди Но еще раз повторюсь Скажем так Интенсивность волны Интенсивность Сипидпроцесса Будет зависеть Только от нас С вами Если Мы не будем Соблюдать Элементарное правило Использование Антисептиков После Общественных мест Использование масок В общественных местах Особенно При посещении Лечебных учреждений Где заведомо Могут быть Больные У нас Коронавирусные инфекции Если мы Не будем Прививаться Ну пренебрегать Этими элементарными Вещами Соответственно Мы получим Более интенсивный Эпидпроцесс И более высокую Заболеваемость Я честно говоря Вот сейчас Задумалась И поняла Что я Человека В маске В общественном месте Практически Не видел То есть я Вот в поликлинике Иногда наблюдаю В последнее время В последние месяцы Да Да Но и то там Считанные единицы Собственно говоря В поликлинике В маске сидят Сейчас А в общественных Местах В магазинах Еще где-то Я вообще Не знаю Там несколько месяцев Уже наверное Никого в маске Не видела Продавцы Разве что Ну я наблюдаю Единицы Это как правило Женщина Такого уже Серебряного возраста Да Женщины в возрасте Они продолжают Пользоваться масками Ну и Видя эту картину Ты прекрасно понимаешь Что Ослаблять Бдительность Нельзя У нас есть Вот например Дома Запас масок Который сохранился С первой Со второй С третьей волны Да И я так Периодически хожу Смотрю С грустью С грустью Так начинаю осознавать Что наступит Вполне возможно В ближайшее время Период Когда снова придется Пользоваться масками Когда надо будет Достать их из шкафа Да Еще вопрос Любовь Александровна Скажите Раз уж мы заговорили О непосредственно Вирусе Вот тот штамм Которым болели Болела основная часть Россиян Жителей нашего региона Некоторое время назад Это то же самое Сейчас приходит То есть это омикрон Все-таки Омикрон тот же самый Да У нас омикрон Но другой вариант То есть если у нас Вот волну марта В феврале Мы наблюдали У нас был омикрон Би-2 Так называемый Стелс омикрон То сейчас у нас Уже практически На территории Кировской области По результатам Секвенирования Генома вируса Ковид-19 В структуре возбудителя Доминируют варианты Микрона Би-4 Би-5 Доля которых За последние недели У нас выросла Практически до 90% От всех проб Которые мы направляем В научно-светские институты Для проведения Этого секвенирования Данный вариант Он От Би-2 Отличается Более высокой контагиозностью Более заразный он Да Более заразный Но притекает Скажем так Более легким Клиническим течением Ну собственно Вот это то О чем в свое время Когда ковид только начинался И был в разгаре Говорили эксперты Да Что он будет Каким-то образом Мутировать Именно вот в эту сторону То есть он будет Заразным Но при этом Достаточно легко Люди его будут переносить Приближаться к ОРЗ Да там Ну как-то так То что называется Простуда Но расслабляться Это естественный Для вируса процесс И Об этом с самого начала Эксперта говорили В принципе к этому Потихонечку мы приходим Понятно Но расслабляться Все равно нельзя Лечение разновидности Оно то же самое Или профилактика Не знаю Про профилактику Вот мы сейчас поговорим Может быть Я хотела спросить Еще про отпуска И про ПЦР Потому что мне кажется Это важно То есть мы тут расслабились И с масками расслабились И с ограничительными мероприятиями Вроде нет уже ничего Да Люди уезжают в отпуска И не совсем вообще понимают А вот им возвращаясь Из отпусков Надо куда-то там идти И кому-то рассказывать Что я куда-то съездил Есть у нас какие-то сейчас Правила Которые что-то Претисывают делать Ну конечно У нас с вами Действует постановление Главного государства Санитарного врача Российской Федерации Номер 7 Которое определено Вот именно Действия Которые должны у нас Предпринять люди Которые возвращаются Из отпусков И у нас на данный момент Предусмотрена Обязательная Сдача ПЦР Теста В течение Трех дней С момента Пересечения границы Для лиц Которые Не были Привиты За последний год Против новой коронавирусной Инфекции Либо Не имеют сертификата Переболевших За последние полгода И соответственно Они должны сдать ПЦР Тест И все кто прилетел Привитой Непривитой Переболевший На сайте Через госуслуги Должны выложить Информацию О себе Как о вернушемся То есть я вернулся Речь идет о пересечении Границы государства Государственной Из-за рубежа Транспорта У нас Не требуется Сдача ПЦР И не требуется Размещение Информации О себе Через сайт Госуслуг Для тех Кто пересекал Государственную Границу У нас Скажем так Наземным транспортом Это личные автомобили Например Поезд Все остальные Это пересечения Воздушной границы У нас в основном С вами По прилету Должны Либо сдать ПЦР Если не привитые Не переболели И распросят информацию На госуслугах Так Любовь Александровна Вот сейчас Это важно В связи с тем Что у нас Прямого авиасообщения Со многими Курортными Зонами Нет Люди Выезжают Бывает Ну вот сейчас Открыли Сухопутные Европа Финляндия Прибалтика И летят уже оттуда Они едут Из Белоруссии На автобусе То есть они сначала Едут Или через границу Вот уже напрямую Они сначала едут Получается В одну страну А потом оттуда Летят еще в другую Вот если они По земле Пересекают границу Российской Федерации Им ПЦР Сдавать не надо По возвращению Да Если по земле То не надо Если самолетом То надо Понятно То есть вот это Не отменено Если человек Возвращается С российского курорта Например Из Краснодарского края То ему ПЦР Тест не нужен Нет То что касается Внутренних границ Здесь никаких Требований У Роспотребнадзора К приезжающим Нет Ну или пока нет Все будет Зависит от того Как развиваться ситуация Но если человек Приехал И внезапно Почувствовал себя Не очень хорошо То наверное Он должен уйти На самоизоляцию Да Если человек Приехал И почувствовал себя Не очень хорошо То он первым делом Должен сразу Обратиться К врачу Потому что у нас Скажем так Признаки ОРВИ Которые первоначально Есть Могут быть не только У нас Говорить о том Что человек заболел Ковид Еще есть много Заболеваний Которые начинаются Именно как ОРВИ И здесь правильно Дифференцировать И назначить лечение Может только Врач Медицинского Организации Поэтому ни в коем случае Нельзя заниматься Самолечением Необходимо сразу Обращаться В лечебную сеть Профессионалам И уж тем более Если речь идет о детях Да Конечно Есть ли какие-то Сейчас Ограничительные меры Еще что-то Сохранилось у нас Что действует Применительно Ковиду Для граждан России Нормы какие-то Которые сейчас Все еще Нужно соблюдать Ну вот то что О чем мы говорили Это у нас Санитарными правилами По профилактике Новой коронавирусной Инфекции Которая 2020 года У нас действует У нас на данный момент Остаются Действующим Во-первых Мы контролируем Своевременность Выявления Заболевших Лиц И изоляцию То есть больные У нас все-таки Должны изолироваться Либо по месту Жительства Соблюдать изоляцию Либо В стационаре Мы дальше Наблюдаем За соблюдением Масочного режима Это в лечебных Учреждениях В учреждении Социального Обслуживания В обязательном Порядке Смотрим И у нас Осталось Требование По соблюдению Режима дезинфекции В местах Массового пребывания Людей На объектах Транспорта И соответственно Соблюдение Противопнических Мероприятий Это в различных Организациях Как таковым К самим Людям Просто Гражданам У нас Основные меры В том числе И маски Соблюдать Все По желанию По усмотрению Самого человека Пока Если он Изъявит желание Ту же маску Надеть Заходя в магазин Например То это сугубо Его право Ну и вакцинация У нас сейчас Насколько я понимаю Обязательно отменена Но вот я хотела Вообще спросить А сейчас Есть смысл Вакцинироваться Если такое Невысокое количество Заболевших Вакцинироваться Вакцинироваться В любом случае Смысл Потому что Именно Скажем так Иммунная прослойка То есть Количество Переболевших И количество Привитых Чем она выше Тем ниже Заболеваемость То есть Что мы в принципе С вами видели Весной Когда мы Ноябрь Декабрь Январь У нас Иммунная прослойка Интенсивно Нарастала То есть Словные Скажем так Категории Граждан Которые Был Ну наибольший Контакт Риск Контакта С забольными Ковидом У нас были Привиты И когда мы достигли Определенного уровня С середины марта Мы Получили Снижение Заболеваемости То есть Чем выше Иммунная прослойка Тем Скажем так Ниже Возможности Вируса И соответственно Как только Иммунная прослойка Снижается Мы можем Получить Рост заболеваемости Поэтому На мой взгляд Сейчас Наверное Оптимальный Период Для того Что кто хочет Привиться Сходить и Привиться Потому что Пока Заболеваемость Не такая Высокая То есть Меньше Риск Подхватить Что-то На ослабленной Прививкой И соответственно У нас С сентября Начинается С вами Прививочная Компания Против Гриппа И например Кто прививаться Против Гриппа Постоянно Наверное В августе Было бы Оптимально Привиться Против Ковида В сентябре Уже Сходить Привиться Против Новой Коронавирусной Инфекции Против Гриппа Сейчас От ковида Потом от гриппа Я хотел задать Этот конкретный вопрос Любовь Александровна Видимо Уже на него ответила Просто я хотел Ну так вот Для примера Например Человек Не прививался Но примерно Год назад Он переболел Ковидом Вот сейчас Боему И собственно Привиться Это бы ему Сейчас не мешало Да получается Конечно Понимаете Прививка Она конечно Не защищает На 100% От Вируса То что Заболеешь Но она На порядок Снижает Риски Получить Именно Рассложнение От новой Коронавирусной Инфекции И соответственно Привитой человек По статистике Намного легче Переносит Заболевание Если он заболевает Чем не привитой человек Я вот сейчас Понимаю Так что Люди Нас слушают И слышали Перед этим Как мы говорили Что заболевание Протекает В более легкой форме Чем дельта Например Да Омикрон И они думают Ну я же и так легко Переболею Зачем мне прививаться Вот Но это всего лишь Вы понимаете Ведь мало того Что переболеть Можно легко Но у нас Есть так называемый Пусковидный синдром Когда какие-то Последствия возникают Уже Вроде бы Человек Который выздоровел И именно Вакцинация Она направлена На то Чтобы Снизить Вот количество Тяжелых случаев И Соответственно Последствия Новый коронавирус Для организм Конечно И еще Любовь Александровна Не хотелось бы На этом завершать На этой ноте Наш разговор Но все-таки Надо отдавать Себе отчет В общем я о том Что если Ситуация будет Развиваться По Плохому сценарию По негативному сценарию К чему Нам Всем Надо готовиться Вы имеете ввиду По поводу Ограниченных мероприятий Да Да Если Изо дня В день Цифры будут По заболевшим Расти То есть Так или иначе Мы будем возвращаться Видимо К тем ограничениям С которыми уже сталкивались Так ведь надо понимать Ну вот В настоящий момент Как вот Федеральная служба У нас Анна Юрьевна Неоднократно В принципе Своих интервью И по телевидению И на сайте Говорила Анна Попова Глава Роспотребнадзора У нас Не планируется Именно На федеральном уровне Вводить Каких-либо Ограничений Тех рекомендаций Которые у нас Сейчас есть В том числе Роспотребнадзора Вполне достаточно Чтобы Сдержать Скажем так Резкий рост Заболеваемости Если мы их будем Соблюдать И будем их Придерживаться Но То что касается Ведения мероприятий На региональном уровне Это наверное Нужно уже Правительству А не К Роспотребнадзору Понятно Спасибо большое Любовь Васарыгина С нами была на связи Начальник отдела Эпидемиологического Надзора Управления Роспотребнадзора По Кировской области Ну вот такая ситуация Что готовим запасы масок Снова Масок Антисептик Антисептик Для рук Для помещений В котором ты находишься Либо дом Либо рабочее Рабочее пространство Честно говоря Витамизируем Два года Два года пандемии Два года пандемии Они конечно По моей личной оценке Они прям Где-то вот Вгрызлись Что называется Вросли В образ жизни У меня был период Когда Мне маска На моем лице Носу Которая прикрывает Это все Она мне стала казаться Как нечто Само собой разумеющее Я захожу в продуктовый магазин До сих пор Я пользуюсь маской Захожу еще в какую-то В какую-то торговую точку Я надеваю маску И это все как-то так Уже стало Естественным каким-то Но вот Конечно За последние месяцы Подросслабились Лично я Поотвык конечно От этого дела Я периодически Подхожу к магазину И ловлю себя на мысли А взяла ли я маску Потом думаю Боже Не нужна же теперь уже Но тем не менее Вот Видимо действительно За два года Настолько привыкли Что Сейчас Возможное Возвращение Этого всего Я не знаю Кого-то порадует Кого-то может быть Огорчит очень сильно А кому-то Позволит Вот вернуться Перенести Словремя Не хотелось На самом деле Если ситуация Все-таки будет развиваться По плохому сценарию Снова не хотелось бы Столкнуться с дефицитом Там чего-то Да Этих же масок Лекарств Мы же помним Как пандемия Начиналась Первые несколько недель Практически Невозможно Это нигде было достать И потом Только-только Потихоньку В том числе У меня есть Пошитые Перепрофилирования Каких-то Производств Запас масок Он появился В достаточном количестве Сейчас у дома У каждого Запас масок Ян Чепотарев К нам присоединяется А мы переходим К другой семье Приговор Хотя можем и про коронавирус Не надо Давайте лучше про другое Ян Евгеньевич Добрый день Добрый день Добрый день Здрасте Ян Евгеньевич Накануне Суд вынес приговор Трем фигурантам Так называемого Лесного дела В числе Осужденных И Экс Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитком Приговор известен Вынесенный В его отношении 11 лет колонии Строгого режима Штраф 25 миллионов рублей 10 лет Не может занимать Должности В органах власти Организация ОПГ Кстати Да Вменялась Для нашего региона Вот именно такая формулировка Она Что-то как-то прямо жестковатая Не часто встречается Ощущение Что откуда-то из 90-х Просто формулировка К нам приехала Вы насколько Были удивлены Или не удивлены Вот именно таким решением Суда В целом В целом Не был я удивлен Исходя из объема Обвинения Господину Плитко Рассчитывать на то Что Срок наказания Будет Не столь значительным Мне представлялось Излишне самонадеянным Несколько Больше десятка Эпизодов Взяток Которые суд Посчитал Доказанным Причем Сумма Исчисляется Взяток Миллионами Рублей Там где-то Несколько сотен Тисеч Естественно Еще и суд Точно так же Учел Непризнание Вины Именно Тем Что Два Подельника Господина Плитко Раскаялись Содеянным Дали Заключающие Показания Я могу Объяснить Что они Получили Гораздо Более Мягкие Сроки Ну там Четыре Года И три Три с половиной Не Применил Дополнительный Вид наказания В виде штрафа Тоже На мой взгляд Объясняется Именно Этим А вот Этот Кстати Запрет На занятие Должности В органах Власти Он начинает Действовать С момента Вынесения Приговора Или он Начнет действовать С момента Освобождение Потом уже Спустя Вот эти годы Да нет Конечно Дополнительное Наказание Исполняется После отбытия Основного Наказания Соответственно Когда господин Плетко Освободится Из мест Лишения Свободы Вот тогда На протяжении Десяти лет Он не сможет Занимать Должности В властных Структурах Хотя честно Говоря Что-то мне Подсказывает Что даже Если бы суд Не назначил Такой дополнительный Вид Наказания То вряд ли бы Он когда бы Не было Смог Получить Какое-то кресло Ну потому что Там же проверки Очень строгие Да наверное Серьезные Проверки Особенно на высокие Послы Ян Евгеньевич Хотел спросить Это ведь не окончательная История Так понимаю То есть если Захотят стороны Протестовать Ну адвокаты Плитко По-моему Уже Объявили О том Что будут Обжаловать Приговор Ну Судя по Тем материалам Что видел я В частности По ГТРК Показывали Господин Плитко Прямо сказал Что приговор Будет Обжалован Он с ним Не согласен Соответственно Я думаю Что Жалоба Будет Подана И Рассмотрена Будет Я думаю Где-нибудь Уже в сентябре Месяце Хотя Не уверен Не уверен Что Подобного Рода Жалоба Возымеет Какую-либо Силу Уж Слишком Слишком Собственно Говоря Обоснованным Мне Представлялась И представляется Позиция Стороны Отвинения Опять же С учетом Даже Того Факта Что Часть Соучастников Дали Изобличающие Плитко Показания А если Кстати Плитко Признал Свою Вину Вот Если Так Теоретически То Очевидно Срок Был Меньше Я думаю Что Да Не могу Сказать Что Намного Но Тем Не менее Пример Двух Остальных Подсудимых Он Показателен Они Получили Кратно Меньше Чем Господин Плитко Именно Потому Что Они Чистосердечно Раскаялись Дали Правдивые Показания И Фактически Таким Образом Попытались Как-то Компенсировать Тот Вред Обществу Которые Причинили Естественно Если бы Плитко Признался Наказание Было бы Назначено Помягче Хотя На мой В любом Случай Здесь бы Шла Речь О Реальном Лишении Свобод Потому Что Это Особо Тяжкие Статьи Причем Это Множественные Составы Это На самом Деле Преступная Деятельность Организованной Группой На протяжении Длительного Времени Это Весьма Тяжелое Преступление Особо Тяжкое Именно Поэтому Кстати Назначено Ему Отбывание Наказания За строительной Колонии Строгого Режима А Кстати Ян Евгеньевич Ну так Чтобы По-человечески Как-то Понять У нас Для Бывших Высокопоставленных Чиновников Потом В системе УФСИН Нет Каких-то Особых Преференций Не знаю Особых Камер Они На Общих Основаниях Да ведь Отбывают Ответственность Потом Ну конечно Пример Никиты Юрьевича Белых Показателен Он Отбывает Наказание Вместе Со Семь Да У него Был Эпизод Когда он Работал В библиотеке Интеллектуальный Труд Такой Устроился С Большим Комфортом Чем Надлежит Но Это Было Пресечено При Первой Проверке И Соответственно Всех Этих Благ Он Мгновенно Лишился Более Чем Уверен Что И Начальство Которое Должно Было Контролировать Режим Отбывания Осужденным Наказанием Точно так же Было Привлечено В дисциплинарную Ответственность Нет По закону У нас Все равны Ну Кстати Процесс Над Плиткой И его Подельниками Да Как вы сказали Яна Евгеньевич Длился Довольно Долго В апреле 20-го Года Ведь еще Было Задержание Это Собственно Больше Двух 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 лет Прошло Это Стандартная Практика Это видимо Связано Как раз С множественностью Фактов Непосредственно Эпизодов Этих взяток Ну Безусловно Плюс Не забывайте Коллеги Что В этот же срок Входит еще И предварительное Следствие То есть Не сразу же По задержанию Господина Плетко Дело Ушло В суд Правда Значит Какое-то Время Потребовалось Для Следователя Для того Чтобы Разобраться В существе Дела Чтобы Опросить Всех Фигурантов Привести Экспертизы Собрать Доказательства Документальных Закрепить Дальше Передать Дело В прокуратуру И в последующем В суд Ну И суд Точно Так же Связан Процессуальными Нормами Он обязан Вызвать Допросить Всех Свидетелей Исследовать Каждый Лист Уголовного Дела Ну И Изложить Все Свои Суждения В Приговоре Сам по себе Факт того Что приговор Оглашался В течение Несколько Дней Говорит Об Объеме Информации Которая Судом Была Проанализирована Поэтому Здесь Я бы Не удивлялся Применительно К Срокам Что Предварительного Следствия Что судебного Процесса Тем более Что Все подобного Рода Сроки В течение Которых Подсудимые Находились Под домашним Арестом Ну Они Будут Учтены При Отбытии Имя Наказания Как Два дня Домашнего Ареста За один День Лишения Свободы А при каких Условиях Сужденные Смогут Претендовать На условно Досрочное Так Напомним Общее Правильное Две трети Да Ну Здесь Речь идет О том Что До того Как Походатайствовать Об условно Досрочном Освобождении От отбывания Наказания При Преступлении Которое Является Особо тяжким Осужденный Должен Отбыть Определенный Срок Который В данном Случше Составляет Не менее Двух Третей Назначенного Срока Наказания Плюс Он Должен Не Иметь Никаких Дисциплинарных Взысканий За Период Отбывания Наказания С тем Чтобы показать Что он Твердо Встал На путь Исправления Ну И Крайне Желательно Хотя бы Частично Компенсировать Причиненный Ущерб Либо Оплатить Назначенный Штраф Да Ян Евгеньевич У меня Просьба К вам Мы сейчас Должны По регламенту Убегать На рекламу Вы можете Не отключаться И подождать Несколько минут Мы с вами Еще Минутку Буквально Хорошо Спасибо Давайте Реклама Ян Чеботарев С нами На связи Продолжаем Обсуждать Приговор Вынесенный Накануне По так называемому Лесному делу Андрей Плетко Андрей Туев И Алексей Шнурцев Приговорены К 11 И 4 И 3 с половиной Годам Лишения Свободы Строгого режима Да В колонии Строгого режима Я сейчас задался вопросом Вот он Киров лес Да Кировский лес Слушайте Это просто какая-то Дыра черная Которая И заблудиться в нем Легко И свернуть С законного Жизненного пути Тоже Получается Не сложно Да Ян Евгеньевич Чеботарев С нами на связи Я хотела У Яны Евгеньевич Спросить Еще вот что Мы После приговора Никите Юрьевичу По-моему Это обсуждали Еще через несколько Там Месяцев были Другие приговоры Мы тоже это обсуждали Почему Вот такие суровые Приговоры Ничему не учат Последователей Скажем так Ого Какой Интересный вопрос Давайте я помогу Я Я предлагаю Уже какую-то В Правительстве области Доску почета Что ли Не знаю В кавычках Оформить Чтобы каждый Зачем Кто приходит туда работать Видел Вот смотри Плитко Сел Сел за то-то Вот смотри Этот Раньше здесь работал Сел за то-то Может быть Это будет Наглядность Она каким-то образом Скажется Ну может быть Конечно Но во всяком случае Смотрите Студентам-юристам На Втором Третьем курсе Юридического Института Преподает Такой предмет Который Называется Криминология Не криминалистика А криминология И как раз Нас учат Чему О том Что каждый Преступник Рассчитывает Что вот Именно он Не попадется И сумеет Избежать наказания Поэтому здесь Вопрос Который Коллеги Вы ставите Он отчасти Риторический Он давным-давно Уже Нашел Своё Разрешение В юридической Науке И Можно Ну конечно Попинять Может место Не то какое-то Может быть Уловие Работы Не совсем Правильное А может быть Контроль За деятельностью Наших чиновников Которые Занимаются Лесной Отраслью Слабоват Что на мой взгляд Наиболее вероятно И здесь Как раз В преддверии Простите Упомяну Выборов Которые Нас ожидают Эта осень Я лично Как нормальный Обыкновенный Горожанин И житель Кировской области Рассчитываю Что из Подобного Рода Судебных Процессов Сделают Выводы И будущие Руководители Которые Будут Заниматься Отраслевым Руководством А также Их непосредственное Начальство Возможно Даже Будущий Наш Губернатор Который Таки Сумеет Выстроить Систему Контроля За Деятельностью Чиновников Подобного Рода Слушайте Я вообще ничего не понимаю Человек приходит На государственную Службу У него Зарплата Уж не знаю Насколько хорошая Но стабильная По крайней мере Зарплата Стабильная Выше средней зарплаты Регион У него есть определенные Льготы Еще этого человека Надо контролировать А его ведь еще Перед этим Перед назначением Наверное Какие-то службы Проверяют Смотрят там Его биографию Нет ли у человека Каких-то там Моментов Когда можно Сказать Что вот тут он Был нечестен Или еще что Как так-то Ну это На мой взгляд Все очень понятно Совесть лучше контролер Как говорили И писали В автобусах Во времена Моего детства С одной стороны Да Позвольте Отвлекусь Коллеги Немножко А скажите Пожалуйста Риторический вопрос Задам Потом сам на него отвечу Какая первая Заповедь В священном писании Не украдить Как вы думаете Да ничего подобного Нет Все начинают Когда задаешь этот вопрос Вспоминать Нагорную проповедь Это так-то Новый завет А первая заповедь В священном писании Находится в ветхом завете И она звучит Следующим образом Не скушай Ближнего Своего без нужды Если чиновник Пусть даже хороший Это не я придумал Аня на самом деле Значит Если даже Очень хороший чиновник Попадает в ситуацию За которым При которой За ним нет Постоянного Не ослабевающего контроля Вот мы получаем То что мы получаем Мы сами Таким образом Не контролируя Деятельность чиновников Создаем ситуацию При которой Они начинают Нарушать закон Таким образом Мне кажется Работа чиновника Изначально Это одно большое искушение Возможно Но тем не менее Если этот же чиновник Человек же слаб Если этот чиновник Будет знать о том Что за ним Приглядывают Его деятельность Контролируют Что его управленческие решения Перепроверяют Пусть даже выборочно Но он будет Ему будет легче Сдерживать себя В рамках законности На мой взгляд Построение системы контроля Является Очень важной задачей Я не знаю На самом деле Мне бы очень хотелось Это узнать А каким образом Выстроена Ныне существующая Система контроля За этой же лесной отраслью За теми решениями Которые принимались И принимаются В настоящий момент Понятно Кто это контролирует Если это все Замыкается На какого-то Отдельного Вице-губернатора И все Это мало Это мало Естественно Как раз Это и создает Предпосылки Для подобных Коррупционных Преступлений Спасибо Спасибо Я не знаю Что сказать Слаб человек И с юридической точки зрения Прокомментировали В общечеловеческие Философские Какие-то вещи Не искушайте Не искушайте Чиновников Ян Чеботарев Юрист Был с нами на связи И пока мы готовимся Пообщаться Еще на одну тему С нашим спикером Я тут одним глазом Параллельно смотрю Биографию Андрея Плитко 69-го года Он рождения 52-53 года Образование С 86-го По 95-й годы Служил В вооруженных силах В 91-м году С отличием Окончил Высшую школу КГБ СССР Кандидат политических наук Между прочим А на другой чаше весов Приговор В виде 11-ти лет С строгого режима Да Наталкивает На определенные размышления Ну посмотрим Кстати Еще ведь не закончилась история То есть будет Протестован приговор Посмотрим Что будет дальше Переходим к следующей теме Транспортные карты Для школьников Кировчанам рекомендуют Оформить заранее Екатерина Коренева К нам присоединяется Начальник претензионного центра Центральной диспетчерской Службы городского Пассажирского транспорта Екатерина Евгеньевна Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Мы вот сейчас Хотим напомнить В сжатом формате Времени О том Что такое Транспортные карты Почему заранее Нужно побеспокоиться Какие действия Нужно предпринять Родителям Для того чтобы С началом нового Учебного года Ребята Те которые нуждаются В передвижении по городу На общественном транспорте Нормально Тривилизованно Этим пользовались Давайте напомним Транспортные карты Предназначены Не только для школьников Не только для Оплаты проезда В транспорте Но и для оплаты Безналичных Школьных Питаний Школьных Школовых Да И в частности Больше для этого Мы рекомендуем Родителям Школьников Заранее Обратиться к нам И получить Транспортные карты Так как Перед началом Учебного года На них традиционно Ожидается Повышенный спрос Поэтому Чтобы не стоять В очередях Лучше подойти Заранее В течение всего лета Пожалуйста Мы работаем Подходите И оформляйте Но увы Мы понимаем Заявку подать Можно только лично Придя Или можно это Как-то электронно Сделать где-то Нет Оформляем Карточка Оформляется персонально Подходит законный Представитель Школьника С паспортом Если в паспорте Ребенок Не вписан То берет с собой Свидетельство о рождении И для тех Кто получает Карточку Вообще впервые Справочку Из школы Еще нужно Что обучается Действительно Что он зачислен В эту школу Что он обучается Соответственно Этими вещами Пользуются В первую очередь Те кто Например Начинает Обучаться в новом Учебном году В другом учебном заведении Например Начальную школу Закончил в одном месте Потом пошел в другую школу Есть ли такой вариант Возможно Не знаю Все школы Которые Обслуживаются По нашим картам Так А если у ребенка Уже есть транспортная карта То есть он ее оформлял Когда-то в прошлом году В позапрошлом Она ведь Активная у него То есть Она действует Да Карточка школьникам Выдается на все обучение школы То есть В первую по 11 класс Если он ее не потерял Не сломал У него работоспособность То он может продолжать ей пользоваться Понятно Что нужно сделать Ну для того Чтобы получить карточку Если у тебя ее нет Или ты ее потерял Сломал И так далее Ну вот Подойти родителю Законному представителю Да С паспортом Если ребенок В паспорте не вписан То средство рождения Если вообще карту Впервые получает То с собой Изят еще вставку И школу Сколько времени Занимает процедура Екатерина Если нет очередей Сразу оформляют карту Прямо на месте специалиста То есть это один раз Родители заполняют Заполняют заявление И карточка Сразу оформляется Так Подходить нужно На пятницкую 2А Все правильно Пятницкая 2А Да График работы С понедельника По четверг С 8 до 6 В пятницу С 8 до 17 часов Работают Суббота Воскресенье Выходные дни Но в связи с тем С простым сентябре Мы еще будем работать По субботам 3 и 10 сентября С 9 до часу То есть вы все равно Заранее уже понимаете Что многие не услышат Прийти заранее Да Эту просьбу А действительно пойдут В самые последние дни Слушайте А я тогда не понимаю Если эта карточка Выдается школьнику Ну практически На все время его обучения То кто тогда Все эти люди Которые создают очереди Которых мы видим ежегодно Родители детей растеряшек На пятницкой 2А В основном Да В основном Да Но мы Вот эту работу Так скажем Информационную ведем С самого начала лета С родителями Кого-то обзваниваем Кто приходит Мы им напоминаем Не забудьте подойти Если потеряете Сломаете Обязательно подходите летом Также со школами ведем Эту информационную работу Чтобы они тоже Размещали информацию В своих социальных сетях Группах На сайтах школ О том Что напоминали родителям На собраниях Что не тяните до сентября Не тяните Идите раньше Я просто сейчас Представила ситуацию Вот если бы я была Ребенком-школьником Лето каникулы То есть карточка Мне не нужна Для того чтобы оплачивать Школьные обеды Ездить я практически Например никуда не езжу Бегаю тут Ну не знаю По своему двору Куда-то там В отпуск По своему району По своему району Да и все Карточка эта где-то заброшена Она где-то там Я не знаю Дома В старом портфеле Который выбросили Еще где-то Вот и все Ну и к тому же Видимо надо напомнить Родителям о том Чтобы не забыть Пополнить Транспортные карты Да там же еще деньги Конечно Каким образом Можно пополнить Давайте тоже напомним Карты пополняются Важный момент Карты пополняются отдельно Отдельно на проезд И отдельно на питание Это два счета Вот Чтобы пополнить Можно через Сбербанк онлайн Через Хлынов онлайн То есть сейчас Все в основном Пользуются этими Личными кабинетами Да Также можно пополнить Через систему Быстрых платежей Сканировать QR-код Он есть В нашей группе Вконтакте На нашем сайте СДС тоже он есть То есть если вот Сканируешь и переходишь На сайт И там можно выбрать Пополнение школьного Питания Либо проезда Также можно пополнить Контактно через терминалы Банка Хлынов Ну и через терминалы Банка Сбербанка Понятно То есть в отделениях Например Этого достаточно Или возможно В ближайшее время Будет расширена Возможность Пополнения карты Ну на данный момент Достаточно Достаточно То есть и онлайн банкинг И банкомат Непосредственно Можно подойти Система быстрых платежей Уже вот у нас Второй год работает То есть можно Если любой банк Поддерживает Так скажем Практически все банки Можно оплачивать Таким образом Спасибо Екатерина Корнева Начальник претензионного центра Центральной диспетчерской службы Городского пассажирского транспорта С нами была на связи Еще раз родителей Призываем Не затягивать До последней недели Понятно Что все сейчас бегают Уже Закупая тетрадки Формы Все остальное Но вот это тоже Лучше сделать заранее А каким счастливым родителям Я сейчас себя ощущаю Потому что Школа В которую ходит Мой старший ребенок Она находится Рядом с домом В 20 метрах От дома Все Убегаем Звукорежиссер выгоняет нас из студии Дневной разворот заканчиваем До свидания